День с толком Здравствуйте! Смотрите выпуски. Ровно год назад в Барнауле произошло резонансное ДТП с тремя погибшими. Все ли сделали выводы? В Барнаульской многоэтажке загорелась проводка. У людей здесь прогорела точная стена. Там дырка, у них все копы, массажи. Трое суток целый подъезд без электричества. Женщины на Балтайска хотят рожать в своем городе. И почему их не поддерживает Минздрав и сами врачи? Кто не хочет потерять рот, а потом бегает. Я хочу посадить того врача, который почему-то долго ехал в дом. Сильная степень опьянения и скорость свыше 100 км в час. Ровно год назад в Барнауле произошла страшная авария, виновником которой стал Александр Руденко. Один из участников ДТП получил серьезные травмы. Другой стал инвалидом первой группы. А троих уже не вернуть. Как спустя год ведет себя виновник ДТП? Стала ли трагедия уроком? Расскажет Андрей Дриер. Автокатастрофа произошла год назад. Две девочки и женщина погибли. Когда виновника аварии Александра Руденко судили на 8,5 лет колонии поселения, пострадавших поразила мягкость наказания. 7 июня 2013 года я была самой счастливой женщиной на свете, потому что у меня родилась дочь. Сегодня до рейти было кучусь. К сожалению, не могу говорить. Настаиваю на самом журкале, по крайней мере. После апелляции суд ужесточил наказание. Срок тот же, но колония общего режима. Вовсе не говорят, человек, который по-настоящему так и не признал вины, исправляться не хочет. Ну и форму одежды нарушает, и спит в неположенное время. Ну, пытается разными мелкими нарушениями, препятствиями. Но содержание в штрафных изоляторах – это тоже ничего хорошего. Ты с утра встал, кровать твою железную пристегнули к стенке, матрас сдал, вечером забрал. Происшествие повлияло на изменение движения на пересечении проспекта Ленина с улицы Анатолия. Здесь БМВ Руденко год назад врезалась в Рено. Светофорный объект, расположенный на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия, оборудован светодиодными светильниками направленного света, синхронизированными с запрещающим сигналом светофора. На пересечении проспекта Ленина и улицы Гоголя установлен стационарный аппаратно-программный комплекс фото-видеофиксации. Это уроки, которые вынесли из ДТП сотрудники дорожной службы. А вот вынесет ли уроки виновник той аварии? По крайней мере, в ОФСИН говорят, что с таким поведением досрочного освобождения он может не ждать. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Переходим к другой, не менее резонансной теме. 20 барнаульских квартир. Третий день без света. В одном из подъездов дома на Георгии Исакова, 113, выгорела вся электропроводка. Жильцы уверены, виной тому ее аварийное состояние. Дарья Эйды Миллер побывала в обгоревшем подъезде. Все поплавило, все поплыло. Тут все открытый огонь был у людей, здесь прогорела точная стена. Где-то там дырка, у них все в копоте, сажи. То есть там ремонт однозначно. Пожар вспыхнул в воскресенье вечером, 13 октября. Загорелся электрощиток на первом этаже. Вся проводка до самого верха дома выгорела. К счастью, пожарные не дали огню зайти в квартиры. Здесь стояли две двери деревянные. В связи с тем, что никого в квартире не было, пожарные сломали дверь. Вовремя сломали, потому что уже косяк начал дымиться. Поэтому сегодня ставим дверь, потому что дверь вообще не закрывалась. Вот все. От соседей с позиции договорились с электроэнергией переноской по улице протянули. Дверь поставим, пока все. По-другому пользоваться электропереборами в подъезде просто невозможно. Третий день жильцы сидят без света. И сколько продлится это сложное положение, неясно. Восстановить просто вот этот счетчик общедомовые, то есть даже в квартиру не будут заводить свет, стоит 190 тысяч для нас. 9 тысяч с каждой квартиры. Администрация посчитала, что это немного, и выхода у нас нет. То есть нам не предложили альтернатив. То есть говорят, ну вот, вам же нужен свет. Сказали нам так. Выложить кругленькую сумму жители четвертого подъезда не готовы. Они уверены, что пожаром можно было избежать. В 2013 году электропроводку во всем доме признали аварийной. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула должен был ее заменить. Но ремонт все время откладывали. Например, в этом году сроком ремонта назвали 2021. По словам жителей подъезда, горелопроводка начала пахнуть еще месяц назад. Они звонили в управляющую компанию, но их там не услышали. Пожар является непредвиденным обстоятельством, и поэтому прокладку нового кабеля текущих средств УК не хватит. Но искать и виновников данной ситуации будет слишком долго. Сейчас, прежде всего, людям необходимо провести общее собрание, где утвердить точную смету работ на восстановление электросетей. И обязательно, чтобы оплата данных работ была прочей строкой в квитанции, чтобы зафиксировать общую сумму. Потом же, для поиска виновного лица, необходимо предъявить данную сумму либо управляющей компанией, или же КЖКХ города Барнаула. Сейчас в управляющей компании планируют провести собрание жильцов. Представитель УК «Наш город» по телефону сообщил, что проводку намерены менять на средства собственников квартир, но надеются на помощь Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству города. В мэрии о планах помогать пока не говорят. Мы ждем официальный комментарий. Тем временем прокуратура назначила проверку. Наря Демиллер, Николай Шелко. День с толком. Уже неделю Новоалтайский роддом не принимает беременных женщин. Всех увозят рожать в Барнаул. Накануне в Новоалтайске прошел митинг в защиту единственного там родильного отделения. Своё несогласие пришли выразить больше 500 жителей. Закрытие единственного в городе роддома здесь воспринимают как личную трагедию и даже сравнивают с геноцидом. Многие местные здесь родились, рожали и хотят рожать. Этого хотят не только жители Новоалтайска, но и соседних районов. Роддом обслуживал 250 тысяч человек. Более 500 жителей вышли защитить больницу от страшного слова «оптимизация» и поддержать врачей роддома. Я знаю, что такое потерять место, потерять всё. Прекрасный роддом. Я и детей себе говорю, только в нашем тогда рожайте. Олеся родила в местном роддоме троих детей. Сейчас она беременна четвертым. Она, как и многие мамы Новоалтайска, так напугана закрытием роддома, что рисует в голове сценарий голливудских фильмов. А вдруг по дороге в Барнаул обрушится мост. Не дай бог что-то случится. Барша та же, столкнет колонну, врежется в неё. Ну всяко может быть же. Это же жизнь. Всё, старый мост закрыт. Этот мост разрушенный. Всё, нам некуда ехать рожать. Почему же Новоалтайск оставили без единственного роддома? Здесь врачи не дежурят круглосуточно, как, например, в Даре, куда везут беременных в группе риска. А таких всё больше. Но в Алтайском роддоме работали на 0,25 ставки. В экстренном случае медсестёрные, анатолога, анестезиолога вызывали из дома. А это время и жизнь матери и ребёнка. В Минздраве посчитали, что беременных быстрее доставить на скорой в Барнаул. Игры такие для тех, кто бегает, чисто патриотично нам закрывают роддом. Их всех понимают. Никто не хочет терять ни роддом, ни больницу, ни школу, ни предприятие, ни завод. Правильно? Всё правильно, согласен. А кто не хочет потерять родственника, а потом бегает, я хочу посадить того врача, который почему-то долго ехал с дома. А ребёнок в это время задохнулся. Некому было оказать медицинскую помощь. Урожайность в местном роддоме падает каждый год. В 2017 году здесь родилось 632 малыша. В 2018 – 379. В этом году всего 114. Во многом потому, что женщины и сами, без специальных показаний, уезжают в новый комфортный дар. От этого местные акушеры теряют навыки, и им уже становится страшно в критических ситуациях. Владенческую смертность наращивать, тем более материнскую, просто крайне незапустимые вещи. Нас заверили, что ни один врач не останется на улице, всех трудоустроят. Кстати, Федорюк проблемы в закрытии роддома не видит. Он не понимает, почему жители Новоалтайска за обувью или сантехникой каждые выходные ездят в Барнаул. А рожать в краевой столице им не хочется. Получается, что мамам из Новоалтайска, которые не хотят рожать в Барнауле, ничего не остаётся, как прибегать к услугам повитух, повивальных бабок, которые на Руси принимали роды. Либо не беременеть совсем. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Алтайские депутаты внесли свои предложения в проект краевого бюджета на следующий год. Главный финансовый документ обсудили руководители фракции КЗС и губернатор Виктор Томенко. По проекту бюджета большая его часть, 70%, пойдёт на социальную сферу. Причём предусмотрено повышением рода 12 с лишним тысяч рублей. Примерный уровень дефицита бюджета не должен превысить 6 миллиардов рублей. Окончательные цифры озвучат позже, когда станет известен размер федеральных дотаций. Проект краевого бюджета рассмотрят в парламенте, затем его вынесут на общественные слушания, а в конце месяца на сессию КЗС. Участники отметили, что подобное широкое обсуждение будущего бюджета происходит в Алтайском крае впервые. Губернатор предложил эту практику использовать в полной мере, но разумно. Представителям разных категорий наших жителей, разных общественных объединений, разных интересов, может быть даже бизнес и так далее, дать возможность высказаться, чтобы чем больше пакет предложений, тем нам понятнее, с чего выбирать, на чём остановиться и так дальше. Я хочу сказать, что несмотря на эти все обсуждения, несмотря на большое количество предложений, выбирать нам всё равно придётся, потому что объём наших с вами ресурсов, он ограничен. Контрабанду шести птиц соколов-сапсанов пресекли алтайские пограничники, двое нарушителей – жители края. Напомним, сапсаны включены в Красную книгу России, и их отлов и контрабанда преследуются по закону. Для перехода через границу нарушители выбрали Угловский район, где и были задержаны. Птиц они перевозили в обычные хозяйственные сумки. Увы, пернаток содержали в таких условиях, что одна из птиц погибла. Остальных доставили в организацию помощи диким животным, но и в ковчег, и теперь их здоровью ничего не угрожает. Ущерб государству, как показала экспертиза, составил 4 миллиона рублей. Обвиняемым грозит заключение на срок до трех лет, плюс штраф до одного миллиона рублей. Несмотря на строгое наказание, такая контрабанда – распространенное явление. Ежегодно пограничники пресекают перевозку десятков особей. На черном рынке редкие животные и птицы могут стоить десятки тысяч долларов. К другим темам. В одном из сел Калманского района боятся остаться без воды. По словам жителей, коммунальная организация уничтожает их самовольно выкопанные колонки, но при этом по законным трубам вода не течет, либо с очень слабым напором. О спорной ситуации далее. Вот все и поехали до дома. До колодца Галине Петровне ходить недалеко, но самой тащить телегу с ведрами все равно тяжело. Центральный водопровод в доме у женщины есть, но трубы засорились еще в начале лета. Ремонтировать никто их не торопится. Я вот сегодня звоню, он раз отключится, раз отключится, спросит, когда приедете трубу прочистить, там 15 минут. У Степнова Алексеевича спросила, они не обязаны дома делать. А кто, говорю, обязан? Ну кто обязан-то мне делать? Я не говорю, что вы бесплатно мне сделаете, я заплачу. А районная коммунальная компания, говорят старожилы, часто меняется. Она успевает сделать точечный ремонт и то через раз, в то время как нужно почти полностью менять изношенные трубы. У большинства из 500 жителей села вода в доме не течет. Люди готовы митинговать. Там лягушатник этот китайский стоит, и он полтора очка качает. На всю деревню надо четыре, а он полтора качает. И вот попробуй, чтобы у людей было вода. Вот когда дали четыре давления, Когда дали четыре атмосферы давления, я вам покажу, как трубы порвало, сейчас ведется ремонт. Часто порывы, действительно. Когда заменили башню, увеличили напор воды в системе, и стало рваться. Вот это правда. Я вам покажу сейчас трассы, где вот это. Даже трубы староваты, наверное. Староваты, очень староваты. Но глава села лишь разводит руками. Говорит, проблему должна решать обслуживающая организация или комитет по ЖКХ. Дозвониться до последнего не удалось. Мы ждем комментарии водоснабжающей компании, чтобы выяснить, кто должен чинить поселковые сети. А пока жители в панике. В домах вода едва-едва течет. А если подрядчик перекроет все самовольно выкопанные колонки, Усть-Алейка окажется полностью обезвожена. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком. А сейчас переходим к более позитивным новостям. Жительница Бурнаула Людмила Корыткина стала победителем русского лото. Она выиграла миллион рублей. И женщина уже придумала, куда потратить деньги. Она решила восстановить здоровье и отдохнуть на море. Кстати, играть в лотерею – это семейное увлечение. Людмила обычно покупает билеты, а муж смотрит трансляции. А победительнице известно, что она любит ухаживать за садом и занимается рукоделием. К примеру, вот этот шарфик она связала сама. Ну а в Камни-на-Аби провели целую операцию по спасению кота. Хвостатый покорил опору ЛЭП. В итоге больше суток провел на электрическом столбе. Очевидцы говорят, что кот мяукал и звал на помощь. После того, как в диспетчерскую Каменских МЭС поступил звонок, на спасение животного выехали энергетики. Кота спасли, покорителя вершин забрала себе домой местная жительница.